Девушки отдыхают Девушки отдыхают Помощники болельщика Как лучше найти шаттлы Легко ли быть казанским волонтером И как на каждое I need help Дать квалифицированную помощь узнавал Рамиль Шайдолин И традиционно начинаем с новостей чемпионата Сенсация случилась сегодня На Казани арене буквально меньше чем полчаса назад Действующего чемпиона мира по футболу Германию Обыграла сборная Южной Кореи Счет 2-0 Для подтверждения гола Арбитрам пришлось дважды прибегнуть к системе видеоповторов В эти минуты у стадиона работает наш корреспондент Салават Мухамадуллин Салават, здравствуй Спилили болельщики осознать, что сегодня случилось Добрый вечер, Алексей Это какая-то фантастика невероятная 2-0 Оба гола в добавленное время И сделаны они футболистами Южной Кореи И все Действующие чемпионы мира Обладатели Кубка конфедерации Впервые в истории не выходят в плей-офф чемпионата мира Поверьте мне, я работал на трех предыдущих матчах И здесь после игры на Казани арене Такой тишины после матча еще не было И уж тем более после игры Колумбии и Польши Это просто какое-то удивление невозможное Многие немцы подавлены Отказываются многие даже разговаривать И в этот момент, конечно, их понимаешь Есть небольшие группы болельщиков Южной Кореи Очень много россиян Они изредка временами скандируют Россия, Россия, Россия вперед Конечно, все мысли о матче с Испанией Но возвращаясь к матчу Германии и Южной Кореи Этой трагедии для немецких болельщиков Давайте послушаем, с каким настроением и эмоциями Они покидают этот чемпионат мира Они 0-2 Они потеряли Что случилось с командой? Где игра? Мы не знаем, что случилось Они просто Как должно было случиться? Кик, 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 кик И просто не шут К ощущению, как-то сначала не получилось, наверное, у них Конечно, очень обидно Жалко ребят, мы надеялись на победу Вы сегодня за Германию болели? Конечно А чемпионат мира вообще? Ну, за Германию и за Россию Ну, такие игроки, как Мюллер или Осье раньше лучше играли И сегодня вот Мюллер балл С конца матча прошло примерно полчаса И вот, как вы видите, российские болельщики скандируют Катюшу Прекрасное настроение у них Ну, конечно, мы-то прошли в одну и восьмую финал Все равно праздник продолжается И некоторые немецкие болельщики сказали нам о том, что они все равно останутся в России И продолжат смотреть матчи плей-офф Вчера почти случилась сенсация И аргентинцы не вышли в плей-офф Ну, а сегодня, конечно, ее не случилось Ох, мне это невозможно просто Такая атмосфера С одной стороны, россияне скандируют Россию С другой, вот немецкие болельщики Есть бразильские болельщики У кого-то праздник, у кого-то горе Но эта игра, это чемпионат мира Ничего не поделаешь Передаю вам слово, Алексей Спасибо, Салават Мы верим, что это не последняя сенсация И, конечно, будем связывать все надежды Насчет сенсации с Россией Продолжим Он прилетел, но такого исхода вряд ли ожидал Сегодня за игрой сборной Германии С трибуны Казань-арены Наблюдал и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер В Казанском аэропорту Его встретил премьер республики Алексей Писошин Гость столицы сразу после прилета Отправился на экскурсию в Казанский Кремль Здесь его встретил Рустам Мениханов Президент Татарстана Показал бывшему канцлеру Германии Вид на Казань и спортивные объекты столицы Очень много изменилось в вашем городе Действительно, стоит вернуться в ваш город Посетить его, провести здесь гораздо больше времени И с 95-го года действительно Новая мечеть, новые церкви Это потрясающе Об инвестициях с немецким акцентом Сегодня Рустам Мениханов провел встречу С партнером немецкой инвестиционной компании Вермут Ассет Менеджмент Йоханом Вермутом Переговоры прошли в Казанском Кремле Республика сейчас активно сотрудничает с Германией В планах расширения контактов Наш товарооборот Он достойный На 74% вырос в прошлом году Первый квартал очень позитивный Работать надо Вообще, меньше говорить о каких-то противоречиях Больше надо говорить о сотрудничестве, о дружбе Мы живем Мы находимся в одной лодке Есть позитивные вот такие примеры Как вот ТАИФ работает Как КАМАЗ работает с Даймлером На сенсационную игру корейцев с германцами В Казани болельщики пребывали еще с утра Только на железнодорожный вокзал Двухэтажный поезд Доставил около 600 болельщиков из Германии Южной Кореи и других стран мира Гости активно пользуются возможностью Бесплатного передвижения между городами Участниками чемпионата Песни и кричалки болельщиков Еще задолго до этого исторического матча Услышала Лина Зинатулина Поезд в 10.45 один из четырех составов Которые сегодня везут в Казань гостей Мундиале Всего же с начала чемпионата через этот вокзал Прошли 30 тысяч болельщиков Эти поездки бесплатны и гости из Южной Кореи И Германии с удовольствием делятся впечатлениями О своей дороге Я был в купе с русскими Поэтому было весело Мы пили пиво Хотя это может быть было и не совсем легально Идеально Я спал чуть ли не лучше всего в жизни Безо всяких вечеринок Слишком стар для этого Мне всего 29 Но тем не менее А это уже те, кто добрались до Кремля Немецкие фанаты нараспев желают победы своей команде А один из корейцев неожиданно встретил группу поддержки Еще внушительнее С помощью вьетнамцев кричалка о Великой Корее Звучит куда громче Я думал это корейские красные дьяволы А оказалось вьетнамцы Наверное болеют за нас Потому что один корейский тренер Довел их в сборную до полуфинала И стал легендой Вьетнама На Баумана кричалки сегодня, конечно, звучат реже Все-таки корейцы и немцы Сдержание австралийцев и колумбийцев Думаю, Германия сегодня выиграет 3-1 И продолжит участие в чемпионате Присматривают болельщики со всего мира И сувениры на память о чемпионате в России Хоть сегодня очень жарко Но мне захотелось купить традиционный русский головной убор Надену его сегодня на матч Думаю, Германия сильная команда И они выиграют Но все равно буду болеть за наших Мы хотим Корея, Южная Выиграй! Два! Метик! Сегодня! Кто выиграет, покажет матч Посмотреть, который Кроме немцев и корейцев Приехали индусы, алжирцы, бразильцы, китайцы Последние, кстати, предпочтения отдают сборной Германии Приехать в Казань и увидеть чемпионов мира Пускай теперь уже и уходящих Сегодня сбылась мечта юных футболистов Из Высокогорского района Команда Эверест Благодаря своим победам Получила возможность воочию Увидеть этот матч О том, как ученики футбольной школы Стали ближе к своим кумирам Расскажет Алмаз Гафиэтов Погрузит Данис Рамильевич Поздравляю вас с получением паспорта болезни Еще несколько дней назад Эти ребята и подумать не могли Что окажутся в самом центре футбольной столицы Подарок от правительства, республики Бесплатные билеты на матч Стали приятной неожиданностью для всех Я рада, что мне прислалась такая возможность Попасть на чемпионат мира Это не каждому дано Эмоции большие Что именно нас выбрали Пойти на такой чемпионат мира Ребята получили такую возможность Благодаря своим успехам на футбольном поле За последние пару лет Команда Эвереста из Высокой горы Неоднократно становилась победителями И призерами открытых турниров В этом году они приняли участие в финальных соревнованиях турнира Кожаный мяч Думаю, что стимул обязательно дополнительный появится И это большое вдохновение То есть и приедут, расскажут Своим ровесникам И народ потянется в секции больше То есть это дает большой толчок Для развития футбола Билеты вручены Паспорт болельщика получен Юные футболисты готовы болеть за любимые команды Предпочтение отдает немцам У них будет куча эмоций И они никогда это не забудут Потому что Когда смотришь по телевизору И когда ты находишься внутри Это совсем другое Там болельщики Это ажатаж, этот гул Когда все радуются Когда все болеют Теперь все эти ребята мечтают об одном Попасть на чемпионат мира В качестве игрока сборной России Надеемся, ждать осталось недолго Чем лучше помощь, тем ближе победа Казанские волонтеры тоже борются за звание лучшей команды Во время чемпионата мира Только не футбольной, а оказывающей помощь Как и чем они помогают фанатам И чего пока многим не хватает до попадания в топ Об этом Рамиль Шайдулин На простой вопрос, как добраться до стадиона Волонтеры обязаны ответить как минимум на двух языках Русском, если спросятся отечественники И английском, если иностранцы А если нужно, и показать Потому что очень многие подходят люди Интересуются, какой счет, какие команды играют И по нашей палатке сразу видно Главное знать, куда идти 15 таких информационных станций На самых оживленных точках Казани Недалеко от фан-феста У стен Кремля Казань-арены Узнать их просто Ребята в синем, у сине-красных палаток Они нам только что посоветовали Как лучше найти шаттлы Когда ехать до фан-зоны, до стадиона Когда ты не знаешь дороги И вокруг не так много людей Не знаешь, куда идти, что делать Это очень хорошая идея Если снаружи палатки почти одинаковые То внутри различий масса Вот, например, что значит Здесь всегда рады болельщику Если фанат попадет сюда То увидит, в каких барах Казани Можно посмотреть все футбольные матчи Каждый турист, который приходит к нам в палатку С радостью оставляет о себе память Данный флажок места, из которого он приехал В каждой палатке по-домашнему уютно Ведь ребята украшают их на свой вкус Например, здесь вдохновлялись Образом футбольной легенды Льва Яшина В 1956 году он стал олимпийским чемпионом И мы посчитали то, что лучше назвать палатку В честь него и никого другого А еще есть станции в честь дружбы Каждый стран участниц с оригами футбольными формами Каждая палатка закреплена за определенной командой Которых тоже 15 Этот креатив, который творится в каждой информационной станции Свой У каждой команды есть свое название Есть свой девиз Все это оценят жюри После мундиаля в Казани выберут лучшую команду волонтеров В копилку и их профессионализм Это умение быстро помочь болельщику Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань Сегодня повезло и спортсменам, и болельщикам Ни дождя, ни изнуряющие жары Не то, что вчера Можно сказать, болельщики многое потеряли Не прогулялись под теплым летним дождем Не ходили босиком по лужам И не увидели, как Казань за три часа Может превратиться в Венецию Треть месячной нормы осадков Всего за пару часов Минувшей ночью и сегодня в Казани Ликвидировали последствия мощного ливня Для этого на улице вывели почти 100 единиц спецтехники Не справлялись ливневки В адрес комитета ЖКХ от жителей поступили 23 обращения На упавшие во время во дворах деревья Ураган прошелся и по некоторым районам республики Так в тюлячах под высоким напряжением оказалось целое хозяйство Оборвало линии электропередач Погибли 56 коров Похожая ситуация в Зеленодольском районе Там погибло 4 коровы и 9 овец Владельцы подсчитывают миллионные убытки На место выехала Анна Городнова Еще вчера на этой ферме находилось 150 коров Про таких говорят родились в рубашке В хозяйстве же подсчитывают убытки Со счетами пока большой ущерб На сегодняшний день тонны 200 молока нет Коровы были племенные, говорит хозяин Одна стоила 120 тысяч рублей Ущерб почти 7 миллионов рублей Плюс выручка от продажи молока Сейчас Рафис Яхин составляет заявку в страховую компанию А энергетики восстанавливают электроснабжение Приехали испытатели Мы полностью будем испытывать КТП И все автоматы, все КТП Полностью проверим А это уже Зеленодольский район Стадо возвращалось домой Когда грянул гром Молния попала в линию электропередач Четыре коровы и девять овец погибли Четвертый провод упал Вот самый конец провод упал Вот потом коровы и овцы наступили Которые вот Ладно еще вот там он изредка шел Они 15 апреля родились Вот Оставил потом стуинды От лучшей коровы Расимена Ругалеева Остались только двое телят Женщина лишилась единственной кормилицы В день давала по 23-24 литра молока Очень хорошая была И почти каждый год подвой не приносила Как не жалко Жалко, конечно Дождливая погода и влажность Хорошие условия для проводимости тока Говорят физики Даже небольшой ток в несколько миллиампер Останавливает сердце и дыхание Животные теряют сознание Так было и в тюличах Если получилось так, что корова стоит на мокром полу То она тот предмет, по которому удобнее всего протечь ток Если в хозяйстве ганчи все стадо было застраховано То в больших яках только две коровы Глава поселения ищет средства для оказания помощи Всех животных захоронили Сразу увезли скотомогильник Их невозможно реализовать И зоопарк нельзя В общем никуда нельзя это мясо использовать Коров из тюличей увезли на четырех камазах Трупы утилизируют на заводе биоотходов Елабуги Владелец хозяйства надеется Страховка покроет хотя бы часть миллионных убытков Анна Городнова, Альбина Минебаева, Ринат Сафин, Рамзель Гарипов ТНВ, Тюличинские и Зеленодольские районы, Казань Из-за жары в республике введен третий класс пожарной опасности Сегодня в Казани рассказали о том Что можно и что нельзя татарстанцам в такой период В лесах, дачах, селах Но знают ли об этом любители шашлыков? Ленар Геннатулин проверил Несмотря на то, что при въезде в лес Очень много информационных баннеров Что нельзя сжечь костры Тем не менее, любители шашлыков их игнорируют Пойдемте узнаем почему Здравствуйте А вы знаете, что сейчас рядом с лесом нельзя сжечь костры? Может не будем снимать? Понимают, но все же разводят Жара не время для костра, говорят и спасатели, и лесники Для нарушителей режима не без последствий В соответствии с статьей 8.32 Кодекса административных нарушений В период действия особого противопожарного режима В лесопарковой части лесов Штраф на физических лиц от 4 до 5 тысяч рублей На должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей На юридические от 300 до 500 тысяч рублей Мы просто остановились тут О, боже вы, не надо где-то гроши А, в смысле остановились, а мангал так... Нет, это не наше, это ничего не наше Сейчас в республике за противопожарной ситуацией Круглосуточно следят 23 станции и региональный пункт диспетчерского управления Минсельхоз организовал 150 мобильных групп пожаротушения Они патрулируют посадки по определенным маршрутам Также утверждены 3 маршрута авиационного патрулирования лесов Меры действенные И мы стараемся, чтобы никаких возможных возникновений Чрезвычайных ситуаций не происходило В республике еще помнят тот горячий 2010-й Когда удалось избежать уничтожения лесного фонда Ленар Генатулина, Амир Залюшев, ТНВМ, Казань Это новости Татарстана И вот о чем далее в выпуске Они будущие республики Как в республике отметили День молодежи Альбина Слагараева 3200 призывников из Татарстана пополнят ряды российской армии Служба в армии для меня это праздник И для моих родителей тоже В каких регионах России они будут проходить службу в этом году Узнал Сергей Хайдаров Команда этой группы добилась успешных результатов на поприще экономики Сегодня на общем собрании акционеров Итоги 2017 года подвела группа компании Таиф Как отметили, несмотря на то, что год был непростым У ключевых предприятий объемы производства товарной продукции Получились рекордными за все время их работы Достижения отметил Рустам Мениханов Каких результатов ждать в этом году Вопросом задался Дмитрий Оленин Таиф это один из первых татарстанских брендов Сейчас в группу входит 50 дочерних компаний Они работают в различных сферах Прежде всего это нефтегазохимия, энергетика, стройиндустрии, телекоммуникации, банковские услуги Общее число сотрудников Таифа как население целого города 45 тысяч человек Несмотря на то, что минувший год экономически был непростым Ведущие предприятия Таифа Казань, Роксинтез, Нижникамс, Нефтехим, ТГК-16 По объему выпуска продукции поставили исторические рекорды Общая выручка Таифа составила почти 600 миллиардов рублей В бюджеты всех уровней перечислили более 50 миллиардов рублей налогов В том числе почти 18 в казну Татарстана Рустам Мениханов назвал результаты успешными И поблагодарил коллектив Я считаю, что компания очень успешно развивается Нацелен на дальнейшее развитие Очень крупные проекты, которые реализуются сегодня Команда профессиональная Все понятно, как двигаться, что делать И я поблагодарил руководство, акционеров Еще более позитивного экономического итога ждут воплощение масштабных инвестиционных проектов Это строительство предприятия по глубокой переработке нефти Для производства бензина высокого качества Создание теленового комплекса мощностью более миллиона тонн Открытие новой электростанции в Нижникамске Мощностью почти 500 мегаватт Они должны существенно повысить капитализацию компании Которая является тоже доходом для нашей компании Поэтому, а там доходность ожидается более 25-30% Мы ни один за проект не беремся Где меньше доходность 25-30% Поэтому я считаю, что это задел на будущее Заделы, которые заложили в прошлом, в этом году обещают дать еще большую прибыль Планы на 2018 год с ростом на 44 миллиарда 638 миллиардов по выручке будет Вместе со своей экономической деятельностью ТАИФ активно занимается благотворительностью Участвует в республиканских проектах Это и поддержка фонда возрождения Помощь в строительстве социального жилья Благоустройство парков и скверов Спонсорская помощь различным учреждениям Всего в минувшем году на развитие страны ТАИФ направил почти 167 миллиардов рублей Дмитрий Аринин, Марацид, Гараев, ТНВ, Казань Ну а эта сборная уже прославила Татарстан за его пределами Сегодня в день молодежи самыми активными и талантливыми ее представителями Встретился Рустам Мениханов Президент наградил, поздравил и призвал быть еще более инициативными и смелыми Арбина Солгараева со встречи Республиканская молодежь будто по ступенькам С каждым годом поднимается все выше и выше И сегодня официальной части предшествовала некая лестница успеха Здесь достижения молодежи за последние годы По ней поднялся и президент республики На встречи только лучшие Это победители Олимпиад, всероссийских студенческих конкурсов Поисковики, общественники и молодые политики Эти ребята стали призерами во всемирной интеллектуальной игре Она проходила в Великобритании Принимали участие полторы тысячи вузов со всего мира Есть еще одно достижение Победа в Казани на право проведения чемпионата Евразии по парламентским дебатам Мы выиграли грант-президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина На данное мероприятие нас поддержал Рустам Новогалевич Сегодня в республике молодежи 850 тысяч человек Это 22% от всего населения Вы и есть будущее, отметил Рустам Яниханов Молодежь это будущее Мы тоже когда-то были такие, как вы Не как сегодня Но тем не менее мы будем стараться не мешать вам, поддерживать Как раз для этих целей, по словам президента, было создано новое министерство молодежи Двери его открыты для идей и предложений Альбинат Слагараева, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань Ну а утром Рустам Яниханов на своей странице в Инстаграм Разместил видео поздравления, адресованные молодежи республики Быть молодым, это значит быть первым Быть смелым и открытым для всего нового Быть увлеченным И идти навстречу дню с горящими глазами И каждый день двигаться вперед К своей мечте Несмотря на трудности и невзгоды Любить жизнь Радоваться Открывать мир для себя И вдохновлять в нем других Быть молодым, это значит жить ярко Жить по-настоящему С Днем Молодежи Больше трех тысяч призывников республики в этом году Пополнят ряды российской армии Сегодня провожали очередную партию новобранцев В этом году ребята будут нести службу в Чите, Севастополе А также центральном и западном округах России Попадут татарстанцы и в преображенский полк Кому повезло попасть в военную элиту страны Расскажет Сергей Хайдаров Они уже сменили гражданскую одежду на военную форму А для Айрата Равилова жизнь вообще кардинально меняется Еще недавно он был ведущим детской программы на Челнинском ТВ На днях отправится служить в Севастополь Меня провожали очень много друзей Очень много родственников Сделали большой праздник Потому что служба в армии для меня это праздник И для моих родителей тоже Так как я с детства уже хотел служить в армии В этом году состав российской армии Пополнят сразу 3200 татарстанских призывников Их отправят сразу по нескольким направлениям И они будут служить в городе Чита, в Севастополе А также в западном и центральном округах России Причем больше половины призывников этой компании Уже на страже Родины Почти тысячи из них с высшим или среднепрофессиональным образованием Программа призывной комиссии в республике ВЛОЕ с нашим президентом И соответственно поставлена задача в первую очередь Ребята с высшим и со среднеспециальным образованием Володя! Володя! Это Нижнекамск Шумно и весело здесь провожали не только Володю Но и всех местных призывников Куда попадут ребята точно неизвестно Это решится на сборном пункте в Казани Лучшие 20 новобранцев пополнит элитный преображенский полк Вот с таких лет, помню, совсем юным, когда бегал еще Сразу узнал, что да, пойду В преображенский полк Туда отдельно проходили все Целенаправленно Очень надеюсь, что никаких там кардинальных изменений не произойдет И я именно поступлю туда, куда я хотел В преображенский полк Призывники со всей республики отправятся в войсковые части уже завтра Сергей Хайдаров, Андерс Энтальцев, Александр Комаров и Фахри Исламов ТНВ Нижнекамск, Казань Выпуск продолжит прогноз погоды на завтра После чего в эфир ТНВ выйдет вызов 112 Я же с вами прощаюсь до вечернего выпуска Выйдет в эфир 21.30 Всего вам доброго Девчонки, а вы 3 плюс 2 уже смотрели? Говорят, забавный Ну, Ленка, тебе лишь бы кино смотреть Кино вас ведь он сам себя не запустит А ну, работа пошли Да запустим А потом вместе посмотрим Казань Орксинтез Сила традиций Начиная свой день Мы ставим перед собой новые цели и задачи Которые на первый взгляд кажутся простыми Но они немного сложнее Для людей с ограниченными возможностями Не ограничивайте себя в выборе сотрудников Транстехсервис дает второй шанс для выбора автомобиля с пробегом Заменим автомобиль в течение 7 дней после покупки Гарантируем правильный выбор Ведь у нас в наличии более 5000 автомобилей с пробегом Подробности на сайте tts.ru Ждем в нашем новом автосалоне автомобилей с пробегом ТТС Гарант По адресу Город Казань, Юдино, улица Бирюзовая, 38 Добро пожаловать в семью Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц Телекарта Смотри, не переплачивай Мы тщательно проверяем аккумуляторы АКОМ 46 контрольных проверок Высокие пусковые токи Соответствие всем техническим характеристикам Отсутствие внутренних дефектов Все для того, чтобы машина заводилась всегда и при любых условиях АКОМ Гарантия 36 месяцев Не упустите возможность стать владельцем нового автомобиля Ладо в КанАвто С выгодой до 155 тысяч рублей КанАвто, Мусина 37, телефон 230-30-30 В 15-м году у меня образовались проблемы с кредитами Задолженность составляла более 650 тысяч рублей Я обратился в Единый центр защиты Здесь мне помогли Большое спасибо всему коллективу Единого центра защиты Единый центр защиты Звоните, поможем Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды Из-за прошедших ливневых дождей и северного ветра Температуры в республике немного понизились Но в Татарстане по-прежнему солнечно и даже жарко Подробнее о погоде после полезной информации Вам нужен шкаф-купе Качественный, недорогой и по вашим размерам Данил Мастер исполнит ваши желания Успейте заказать со скидкой 20% Данил Мастер, город Казань, улица Востанье 23, телефон 2-167-166 По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке Татарстана Переменная облачность без осадков 27 градусов выше нуля На северо-востоке в Ниждекамске, набережных Челнах, Елабуге до 27 градусов тепла Осадки не ожидаются На севере Татарстана в Менделинске, а грызи в Менделеевске ясно плюс 26 Для жителей северо-запада республики 28 июня будет теплым и сухим до 26 градусов выше нуля На юго-западе, в Болгаре, в Буинске и Држаном синоптики обещают 27 градусов тепла без осадков В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше переменная облачность Столбики термометров покажут 27 градусов тепла В последующие дни сохранится такая же погода В Казани без осадков плюс 26-28 Ветер северный до 5 метров в секунду Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха 42% Ожидается магнитная буря, берегите себя О погоде все, в студии была Лайла Латыпова Увидимся на ТНВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова